Добрый день, уважаемые зрители радио ЗОДИ. Сегодня мы представляем вашему вниманию гостя Наим Джона Якубова, таджикского парня, на долю которого выпали очень сложные испытания. Он провел последние пять лет в российской тюрьме по обвинению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Наим Джон рассказал об обвинении против него радио ЗОДИ еще во время задержания в Подмосковье в 2009 году, пытался доказать свою невиновность. Суд вынес обвинительное решение. Наим Джон, который некогда пытался учиться на лингвиста, переводчика английского языка в таджикском педагогическом университете, в те годы зарабатывал водителем такси в Москве. Наим Джон, вот вы в конце 2014 года буквально несколько месяцев назад вышли на свободу, отбывали свой срок в колонии в Саратове. Расскажите, как именно все произошло тогда, пять лет назад? Меня задержали по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотических средств в крупном размере. Данное преступление я не совершал и с момента моего задержания я неоднократно обращался во все международные правозащитные организации, в посольство Республики Таджикистан и пытался доказать свою невиновность, истребовать доказательства моей непричастности, которые имелись в телеканале ВГТРК, весь дежурная часть канала России, и оперативных органов, которые меня задержали и которые впоследствии фабриковали уголовное дело в отношении меня. Наим Джон, почему все-таки вам не удалось помочь самому себе? Дело в том, что мне так кажется, что, вернее, сложилось твердое убеждение, впечатление того, что есть какие-то негласные инструкции, либо какие-то там директивы в государстве, что именно с преступлениями, связанными с наркотиками, особенно церемониться, нет необходимости, если есть малейшая там возможность, нужно необходимо повысить показатели и делать свою работу. В том смысле, что следователь мне сказал, что я являюсь условно-статистическая единица, призванная фигурировать в отчетах госнаркоконтроля Российской Федерации. А это первое основание, и второе то, что таджики в то время, так как средства массовой информации сложили такой стереотип, что все таджики это наркоторговцы, наркодельцы, в связи с этим, вот второй аргумент был то, что все таджики такие, и поэтому мне в любом случае, если даже я являюсь невиновным, мне не поверят в моей невиновности, так как я еще был ранее судим, в связи с этим я не смог ничего доказать в своем оправдании. Наим Джон, давайте уточним немножко, как произошло, вот сам этот день, как это произошло, когда вас задержали в машине, в вашем такси обнаружили наркотики? Ну, само задержание, это все, как говорится, ну, в отношении меня была полная фикция, в том смысле, что я не причастен и не имел никаких наркотиков. Об этом имеется видеозапись в Вести дежурная часть ВГТРК России, телеканал России, в котором корреспонденты Павел Войтовский и Дмитрий Гусев на всю страну, Российскую Федерацию, объявили о том, что у Якубова при задержании не находится ни наркотиков, ни оружия, ни денег, ничего, законом запрещенные предметы. Вот, далее, дальше, после этого, как говорится, я не смог истребовать эти доказательства в суде, суд не считал мои доводы. Откуда наркотики нашли в вашей машине? Как они там оказались? Наркотики, это была провокация со стороны спецслужб России, в том смысле, что вот по этому делу, которое в меня инкриминируется, и тоже проходил гражданин республики Таджикистана, так называемый поддельник, это Бахтибеков Джурабек Биномович. Я с этим человеком познакомился в день моего задержания, так как я занимаюсь частным извозом, в силу характера моего работы мне приходится вести разношерстную публику, как говорится. И мой земляк не был исключением, так как я находился в то время на рынке черкизовском, где именно наши земляки, большую часть рабочих представляли наши земляки. В связи с этим я его подвез, и впоследствии я узнал, что, оказывается, в отношении него была спровоцирована вот эта провокация, и я стал как бы удобным кандидатом для того, чтобы сделать группу лиц, так как по таким показателям сотрудникам правоохранительных органов повышается их, как сказать, ну, звание очередной, премии, там, продвижение по службе, там, ну и все другие показатели. Как сложилась судьба Бахтибекова, которого задержали? Он также, как говорится, за эти все годы, вот он 8 лет и 6 месяцев отбыл наказание, он также не смог ничего доказать в своем оправдании, и Бахтибеков с тем человеком, с кем встречался якобы, он был умышленно с этого места задержания, был скрыт сотрудниками правоохранительных органов. Понятно. Вот это все, конечно, выпало на вашу долю. Каковы были условия вашего содержания в колонии? Условия содержания, я вам честно скажу, были очень отвратительные в том плане, что полная дискриминация со стороны исполнительной системы Российской Федерации. Дискриминация на какой почве? Национальной? Дискриминация, я могу твердо заявить о том, что эта дискриминация была как на почве межнациональной, так же и на почве межрелигиозной, ну и социальной, естественно. У меня есть вот некоторые даже заявления, вот я вам продемонстрирую вот сегодня, что вот в данном заявлении написано, что Якубов желает в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации разговаривать по телефону на родном языке согласно Конституции со своими родственниками. Сотрудник, который полномочен подписывать данное заявление, зачеркивает именно то, что не разрешает на русском языке, на родном языке не разрешает. Вот. Пишет дополнительно, что в противном случае, если я попытаюсь якобы разговаривать на родном языке, не предоставлять мне такой разговор. Вот. Это один из тех заявлений, которые я таким образом, очень сложным образом вытащил с собой из того места, когда я был освобожден. Вот буквально вчера была опубликована такая статистика, в которой говорится, что в российских тюрьмах содержатся не менее 7,5 тысяч граждан Таджикистана. Оказывается, именно таджикистанцы составляют большинство иностранцев в российских колониях. Скажите, были ли граждане Таджикистана и в колонии, где вы содержались? Да, со мной были мои земляки. Я очень за них переживаю по сей день. И сейчас даже думаю, каким же образом им помочь, этим моим землякам и братьям, также по вере и по национальности, как говорится. Вот я вам продемонстрирую следующее заявление, в котором вот у нас земляк, наш гражданин республики Таджикистана, находится сейчас в Саратовской области в исправительной колонии номер 17 города Пугачева, Саратовской области. Сайнуров Хайрула Абдулаевич, 1975 года рождения. Тоже по подозрению, по 228 статье, это наркотики, хранение у него. И он заявил, что ему, когда на него было сфабриковано дело, ему сотрудники правоохранительных органов пригрозили, что если он не признает свою вину, то в этом случае ему дадут максимальный срок наказания. В связи с чем он был вынужден признать свою вину, и ему дали 8 лет лишения свободы. В противном случае ему обещали все 15, либо 20 лет максимального исполнения. Этот человек тоже утверждает, что он невиновен, да? Да, он невиновен. Сейчас в этом заявлении, которое я вам продемонстрировал, уважаемый Ахиром, в этом заявлении написано, что он объявляет голодовку до прибытия прокурора в связи с незаконными действиями сотрудников администрации исправительной колонии 17 Саратовской области. Сколько граждан Таджикистана находились вместе с вами в колонии? В колонии, где я находился, в 17-й исправительной колонии, там находились около 20 человек, граждан Таджикистана. Наим Джон, вот вы человек грамотный, да, вы, я знаю, что вы очень много изучали юридической литературы, российские законы, международные юридические законы изучали за время вашего пребывания в тюрьме. Скажите, почему все-таки вам, другим ребятам из Таджикистана, может быть, из других стран, все-таки не удается побороть вот эту несправедливость? Если вы действительно, как вы утверждаете, и другие ребята утверждают, что вы невиновны, почему нельзя доказать свою невиновность? Мне кажется, что суть этой проблемы кроется в том, что, во-первых, это политическое, как говорится, имеется подоплеку, так как есть, мне кажется, что негласная или прямая воля власть имеющих людей в Российской Федерации. И первое это. И второе то, что судебная система России, она не признает свою гипертрофированность. То, что на самом деле права человека, который вовлечен в орбиту уголовно-процессуальной деятельности, не соблюдается, даже в процентном соотношении около 20% не соблюдается. Например, на моем примере можно доказать то, что я на протяжении 5 лет моих судебных тяж в следственных изоляторах России, например, я не мог добиться того, чтобы моего родственника допустили в качестве защитника наряду с адвокатом. Вот я хочу добавить, что находясь в Саратовской области, и также у меня есть информация о других исправительных учреждениях, где отбывают наказания наши граждане, которыми я встречался в так называемых пересылках, когда мы этапировались с одного места в другое место на судебные тяжбы. Все одним голосом твердят, что исправительные учреждения, администрации этих учреждений не предоставляют гражданам Республики Таджикистан напрямую связываться с консульством, с посольством Республики Таджикистан. Не дают сношения путем телефонных переговоров, разговоров. Переписки, которые можно ввести, если эти переписки подвергаются цензуре, и если вдруг гражданин Республики Таджикистан попытается пожаловаться на незаконные действия администрации в своем адресе, то его положение очень сильно усугубляется и ухудшается. Данные попытки я неоднократно тоже предпринимал для того, чтобы связываться с нашим посольством в городе Москва. Мне не давали возможности телефонных звонков, а письма я не отправлял, так как я находился, например, два года беспрерывно находился в штрафном изоляторе, лишь из-за того, что я отстаивал свои конституционные права, свои права гарантированной Европейской комбинции по правам человека и основных свобод. В связи с этим мое положение усугублялось и ухудшалось каждым днем. И вот в последний раз в 2014 году мне сломали нос, отбили ребра. Это происходило в исправительной колонии, так называемой ОТБ, один города Саратова. Наим Дион, вот собираетесь ли вы и сейчас, после выхода на свободу, бороться ради оправдания своего честного имени? Надеетесь ли еще на какую-либо справедливость? Да, я очень надеюсь и сейчас даже хочу большее, что Европейский суд по правам человека и основных свобод в 2013 году коммуницировал мое дело против России и признано нарушение статьи 5 и 6 Европейской комбинции. Данное решение было коммуницировано и сейчас по существу может быть рассмотрено. Вот в этом году, надеюсь, что окончательное решение по данному вопросу будет вынесено. Берегите себя. Спасибо большое. С нами был, спасибо вам, Наим Джон Йокубов. С нами был Наим Джон Йокубов, гражданин Таджикистана, который не так давно вышел на свободу, спустя 5 лет тюрьмы по обвинению в хранении попытки сбыта наркотиков. Продолжение следует...